Автострахование в Германии В конце года в Германии всегда автовладельцы ищут себе приемлемого для себя автостраховщика. В Германии автостраховщиков большое количество, тысячи. Поэтому люди себе ищут что-то для себя приемлемое. Естественно, подешевле. Это, как говорится, самый важный аспект. Ну вот я тоже в этом году зашел в интернет, посмотрел, какие новинки, какие что. Так как меня мой автостраховщик, у которого я был много лет, не устраивает. Допустим, на год у меня было заявлено проехать 20 тысяч километров. От этого складывается и сумма. От количества километров. Ну, естественно, там нарушения разные. От стажа зависит, конечно, там все. Ну, тем не менее, все, допустим, у меня все это нормально, все. А в связи с пандемией в 2020 году, люди мало куда ездили, не отпускают. Ну, так же я наполовину меньше проехал. И на мой вопрос, почему мне не возвращают деньги, которые я, допустим, на 20 тысяч заплатил проехать за год, а проехал всего, допустим, 10 тысяч. Они ответили, что в договоре это не указано. А если бы я проехал не 20 тысяч, как у меня заявлено, а 30 тысяч, я должен сообщить мою страховую компанию. И они меня пересчитают и начислят еще больше. Значит, в их сторону можно, а в сторону нашу никак. Ну, и вот, я посмотрел, какие новинки. И вот наткнулся на такой новый вид автострахования. Вот такой вот, получаешь такую, заключаешь договор, получаешь вот такую коробочку с датчиком GPS-навигатором встроенным. Ну, я сейчас его уже установил, он у меня уже в автомобиле установленный. Поэтому позже я вам покажу. Ну вот, друзья, подходим к моему автомобилю. Сейчас мы посмотрим, как выглядит этот датчик. Вот этот датчик. Он с внутренней стороны лобового стекла, под наклейкой такой, незаметный. И вот он, этот датчик GPS. И он все передает информацию на операторскую страховую компанию. Чем он еще хорош, допустим, автомобилю угонят, он всегда покажет его местонахождение. Вот такой вид страхования. Хочу попробовать в этом году, что из этого получится. Вот так вот. Вот и мне так понравилось. Это все зависит от тебя. Сколько ты километров проехал, с какими-то там нарушениями. Все этот датчик фиксирует и передает на центральное управление, где диспетчерскую или страховой компании. И там все фиксируется. Также у меня загружено в моем мобильнике приложение. Ну а вот, друзья, говорил я вам, что у меня в мобильнике загружено приложение. это страховая компания, вид страхования. И тут у меня все отображается. Вот копилочка, проценты. У меня еще 0%, потому что на далекое расстояние я еще не ездил. И вот, допустим, все могу пролистать. Вот сколько я ездил, какого числа, куда ездил, сколько проехал. Ну, допустим, сегодня проехал я 1,7 километров, 5 минут. Это до моей дачи. И у меня все это синхронно. Что у них отражается, что у меня. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно и в конце года. Все эти нарушения и сколько километров реально я проехал. Из всего этого получается сумма. Насколько километров. Самое важное это насколько километров ты проехал. Вот проеду я на 10 тысяч, за 10 тысяч я и оплачу, перееду я больше. Допустим, у меня сейчас в договоре на 10 тысяч. Если я проеду 6 тысяч, то сумму мне вернут, разницу мне вернут. Если я проеду больше заявленных в договоре, 10 тысяч, то мне придется доплатить. все реально. Все меня устраивает. И вот я уже месяц езжу, все у меня в мобильнике моем все отражается, все манеры моей езды, агрессивные ли это, все у меня. И там еще премиальные в конце года. Если ты нормально все проехал, без всяких нарушений, без ну без всяких нарушений, тебе 30 процентов еще премиальных начисляется от той суммы. Вот допустим, ты заплатил 200 евро минус 30 процентов. Вот минус 50 евро. У тебя будет в следующий год ты не 200 евро будешь платить, а 150. Вот мне это очень понравилось, поэтому я решил в этом году попробовать и посмотрим, что из этого получится. Спасибо, кто смотрел и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok